Ходом как раз это микс Китая, китайские вот эти жесткие доты, академические, плюс вот эти непонятные стратегии, которые там некоторые команды из Юго-Восточной Азии не могут в жизни воплотить. Именно китайские коллективы они воплощают. И этот микс, мне кажется, дает очень хорошие плоды. Но при этом всем, кстати, что ICIS, что Чуан ушли вроде как опять снова в Юго-Восточный регион играть. То есть у Чуан там вообще сумасшедшее месиво из различных регионов, что касается ICIS, он сейчас в Минеске. То есть вот это вот внедрение в китайский регион Юго-Восточных Азиатов, оно идет какое-то возрастное. То есть сначала молодежь, они приходят, играют, потом уходят обратно, они забирают новых игроков. Постоянно вот этот микс. То есть старики все-таки не остались там играть, Чуан не нашел себе места в новых командах китайского региона. Просто с приходом X-новые, LGD, они новыми красками заиграли. Они там в каком-то определенном уровне играли. А сейчас они могут бой давать любым грандам из Китая. Спокойно тем же Нюби и тем же Вичи. Да, там сейчас как-то это не получается, но именно по игре, когда смотришь, это, да, у них есть большой потенциал. Вспомнился предыдущий квал. То есть каждый раз в финал квал был LGD против Fall of Y. То есть у них было два коллектива, и вот после добора игроков LGD стали играть получше. Нага и Чан. Не кажется ли, что это Гридо? Оба персонажа обычно берутся на четвертой позиции. Сейчас от Наги-то ничего не нужно, то есть ты просто формишь один метеор хаммер, в целом с учетом баунтих рун, стаков и все прочее. У тебя же будет герокоптер. То есть стак я не хочу. То есть ты хочешь, наоборот. Стак, так это фри деньги. То Нага свой метеор выформит в этой игре, и все. Для нее цель довольно простая, и все время она сделает. А Чан будет выиграть линию. Да, и скастовать метеорит, соответственно. Правильно. Ну а Чан — это усиление сложной линии в первую очередь, потому что, опять-таки, он моментально ломает линию. Мы сегодня видели, как это работает. LG, правда, впоследствии немножечко не пошло, и они этим Чаном проиграли. Но здесь, кстати, тоже будет противостояние Чана и Котла. Посмотрим, кто в рамках данной игры окажется сильнее. Ну, получается, что выигрывая линии, и дальше у тебя просто выйти. Котел все-таки реально будет напрягать Чана со своими задувками перманентными. Котел по многим параметрам является хорошим персонажем. Не только потому, что он там задувать способен. Он дает хороший флайн-вижн, если у него аганим появляется. Он способен накидывать миссы крайне неприятные в АОЕ, которые радикально снижают вражеские ТПС. Ну и плюс ко всему прочему. То есть это макроигра очень сильная. Ты можешь кором каким-то отправиться в деф-эт линию. В этот же момент тебя Котл призывает, и ты уже снова в пятером можешь драться. То есть вариантов развития событий очень много. Даже если ты берешься где-то и умер, после Сбайбека возвращаться в драку тоже довольно просто. Да, тоже удобно. В каком здесь Дум вообще успеет вообще в принципе входить в эти файты? Это четвертая позиция Дум, который будет бегать за Чаном и жрать его крипов. Доминатор, жрать крипов. Или Дум в сложную, или даже Дум в лёгкую. Я уверен, что это четвертая позиция Дум практически на 99%. Возможно, что есть просто двойка будет на харде. И сейчас какую-то соло-линию, наверное, сгибаем. Я просто, наоборот, допускаю, что это всё-таки Дум в лёгкую, а Котёл Скорпиона, это бы добавил в сложную. А, то есть ты имеешь в виду то, что Кэри Дум? Кэри Дум. Это старые техники от Империи, когда Сайлент играл на Думе Кэри? То есть я просто допускаю, что такое может быть, потому что мы сегодня уже видели сетап именно Скорпион Котёл, который показывал неплохую игру именно в рамках сложной линии. И почему ЕГЭ не могут попробовать сделать то же самое? Тут CC&C подъехал только что наверху. CC&C? Ну, это для Мэйби персонаж. Ну да, понятно. Конечно же. Для Сомнюса. Да, он очень хорош на нём. В общем, вообще он всё ещё с этим новым никнеймом, я не знаю, мне кажется, почти все ему напомнили. Репрендинг сделал, да. Да, то есть, ну, Мэйби было настолько известно. Ну, так и Мун тоже пишет серии Мунс. То есть, типа, мы в титрах всё ещё на-на-на-на подписываем, мы все помним, как на-на-на. Мы просто помним репрендинг Нотейла, когда он стал Биг Дэйти, а потом он понял то, что всё-таки, наверное, надо вернуться к истокам, и теперь он Биг Дэйти Нотейл. Всё-таки никак не регламентируется, то есть хочешь, не называй себя как хочешь, поэтому... Конечно, конечно. Вопрос отношения к этому всём. Может быть, это связано с тем, что Мэйби не устраивало то, что происходило с ним в предыдущем. С родственниками китайцев имена, например, очень много, значит, и у них, типа, вот именно символизм очень-очень большой, и, возможно, типа, и с изменением имени он должен по-другому заиграть. Тем временем появляется Лекан, и сейчас жир просто. Теперь всё нормально. Секунду, секунду, пока не поздно. Было много игр, где Фир ходил в центр на Легантропе. Было много игр, но в рамках данной, мне кажется, это зря будет. В пугу не очень опасно отправить на Лайкен. В тебе его опасно, но он такие стапы выигрывал, которые просто невозможно было выиграть. Кто, Фир или именно Лайкен? Фир на Легантропе именно. Фир, в принципе, мне кажется, за всю историю самый стабильный вообще игрок, который когда-либо был. Я просто, на самом деле, стал представлять, как Артизи будет на доме выступать. Поэтому, мне кажется, что всё-таки дом будет как сам. Да, сумаил это, думал, просто будет в оффлейне стоять, отлично. Просто жрать крипов Чена, я говорю, соберёт себе доминатор. Но как ты будешь, то есть ты стоишь против Наги и гирокоптер, тебе уже грустно с вами личника. Нет, я тебе вообще в плане по игре. Ну, выведя там одну пачку крипов, что с ним сделают Чен и Нага-сирена. Чен пойдёт сейчас в оффлейн отправлять крипов. Ну как, ты берёшь второй, гирокоптер берёшь второе, а потом ты не можешь прийти на линию, потому что ловишь сетку и ракет умираешь. Просто сложный сетап героев. Сложный сетап героев, ну что, если сложный сетап героев не приходить, нужно какие-то решения искать. Ну, то есть можно поставить такую даблу, которая не будет считать, что сетап сложный для себя будет разваливать. Можно и поставить, да. Ну, тогда у тебя непонятно, куда идёт Дум. То есть Дум пятая позиция для Мизери, может быть? Не знаю, парни, чего вы тут спорите. Ликантроп будет стоять один, Сенткинг-Коттл вдвоём сложный, сейчас ЕГЭ доберут Мизера ещё. Мне кажется, это наиболее логичным и непростым вариантом. Вполне, но всё ещё могут добрать лёгкую линию. Это да, но делать Дума-Кором здесь... Нет, нет, имеется в виду делать Ликантропа-Мид и добрать лёгкую. Ликантропа-Мид можно, я ещё оставляю какие-то шансы для этого. Но делать Дума-Кором здесь нецелесообразно, потому что он как раз был пикнут после Чена, и основная его идея как раз бегать за Ченом, не давать ему своим зоопаркам роумить хорошо. Ладно, глянем, в общем. Ластпик будет у LGD, им-то как раз герой какой нужен? Им нужен герой на сложную... Кстати, LGD думают, что им нужен был Террор Бейт, то есть они думают, что Геррокоптер, Мидл, Пугна, Харда или что-то такое. Как раз отмечал у нас инмейт то, что очень часто LGD играет Геррокоптером в центре, это правда, ластпиком ЕГЭ забирает Разора. Ну, тоже неплохой вариант, то есть он тут как в мид, так в сложную может прийти и чувствует себя плюс-минус неплохо. Но пока драфт у ЕГЭ довольно хороший. Ухатает ли вообще контроль LGD для того, чтобы статиклинг был эффективен? А зачем тебе контроль? Покупаешь фейзы с Энджинд Яшу, вбегаешь в драку, присасываешься. И стоишь в сетке. Ну, может быть и так, но надо чуть аккуратнее. Так, вот, появляется ДК в пигму LGD. Топуг на вофлайн, скорее всего. Надо сделать так, чтобы Рейзер стоял один на один с Дрэгон Найтом. Ну или, по крайней мере, с какими-то вспомогательными героями. Желательно сделать так, поставить лайнап таким образом. Крид будет играть у нас на Думе. Вот как раз четвертая позиция Мизери. Пятерка Коттл, Мэйби на Дрэгон Найт. Но все еще вероятен исход того, что Мэйби пойдет в легкую линию. А Гирокоптер с саппортом пойдет на центр. Хорошо, Сереж, на чем с тебя твое предсказание на эту карту? Поставлю я на ЕГЭ. Я верю в этих парней, что они разыграются. Ефер в день никогда не выигрывает. Только на LGD. Я постараюсь абстрагироваться от тегов и сделаю ставку на драфт. И мой ответ ЕГЭ. Окей, у нас два за ЕГЭ, один за LGD. Именно так, друзья. И мы переходим к этому замечательному матчу. Комментировать будет Джейм вместе с... Все, Лимиситом. Извините, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Да, согласен я с инмейтом, что ЕГЭ в первый день, как правило, всегда по канону падает в нижнюю сетку и уже продолжает свое действие по турниру, к финалу, как правило, по ней. Ваше предсказание на игру? Я верю в LGD. В LGD. В целом. Вообще, в целом, пик хороший. Мне тоже нравится, но, скорее всего, так оно и будет. ЕГЭ упадут в нижнюю сетку, потом там уже соберутся и максимально покажут то, что могут. Вообще, на самом деле, комбинация сильная. Нага-Сирена, котел, мне кажется, со всем тем обилием всего, что будет на них идти в плане пуша, не справится со мной задувкой в целом. И мы видим, что игра уже у нас начинается. Напоминаю, что это все еще Best of 1. Я комментировал Китай на квалификациях к Даку и могу сказать, что китайцы очень хорошо умеют исполнять Нага-Сирену. Нага там практически постоянно уходит в ваны, если европейская команда, ну, в данном случае, североамериканская команда, не банят против них либо Нага-Сирену, либо Дизраптора, они берут этих героев и они эти игры должны выигрывать. Пик реально очень крутой, но здесь у Evil Geniuses тоже все очень интересно. В тот же самый Мизери на Киперов Залайте все довольно-таки нетипично. И карта 100% будет суперкрутой. Тут криты уже пытаются пробить. Это да. В это время в Смаках все еще находится ЕГЭ в попытках кого-то найти и здесь подцепить. Но им, кстати, навстречу выходит сейчас Нага-Сирена. Нужно быть аккуратнее. FY, добрый вечер. Похоже, это First Blood для Evil Geniuses. Еще буквально одного удара не хватает. Да как же так-то? Спрашиваю я вас и, конечно же, не слышу ответа. Как можно было ФБ упустить, который был у вас практически в руках? Ну что ж, в итоге FY забрать не удалось. Да, FY отойдет подхильц на базу. В принципе, никак не критично то, что Нага вот в самом начале не поприсутствует. Ну, руны забирают. Руны пытаются забирать Evil Geniuses. И, возможно, они смогут взять три руны. А может быть даже четыре. Ты посмотри. Встанет крит. Крит забирает баунтируну. Это четыре руны для Evil Geniuses. Это четыре баунтируны для ребят из команды Evil Geniuses. Шикарнейшее начало матча. И уже мы видим преимущество перевалило за 500 где-то, наверное, по голде в целом в начале. Отлично. Расходятся кроки по линиям. Да, Фир в итоге будет стоять в миде. Уже не раз мы видели, что ЕГЭ очень неплохо свапывает линии в плане расстановки своих игроков. То есть нет такого, нет привязки. То есть у них бывает периодически тот же Исумаил возвращается на тот же центр, если нужно. Также отправляют его и в оффлайн, где он себя показывает, мне кажется, даже порой лучше, чем в миде. Потому что там все зависит от героя. Бывает, ему пикуют таких героев, на которых он там и дабло вполне себе способен раскладывать. А в это время на топе уже агрессия, кстати, на гирокоптера. Прогоняют там и отсюда. Здесь будет пока что Даблас Умаил на пару с Мизери. Довольно-таки неприятный персонаж. Но опять же, за счет того, что гирокоптер Ранжевичок, ему здесь будет попроще, нежели миличному какому-то герою. Ну и на боте самое интересное, судя по всему, нас ожидает. Потому что здесь у нас ФВА на пару с Пугной. И против них стоит, конечно же, Рейзер и Дум. Да, неплохо пока что пробивают. Челайс пока добивает крипов. В принципе, проблем с этим не присутствует. Ну и Нага, который на втором уровне уже получит Инснейр, будет неплохо работать против Рейзера. У команды Evil Geniuses очень много героев, на которых потребуется Black King Bar. И так как Инснейр работает через БКБ, я думаю, что аналитики этот момент уже осветили. У них будет эдакое преимущество все-таки иметься. Ну, посмотрим, что они смогут с ним сделать. Наверху пока что стоят все так же. Их снова взял с себя Медведемона. И больше пока ничего не делает. Ну, можно будет с этим крипом что-то придумывать очень интересное. Ну, Сумаила сложно будет подцепить, если только какого-нибудь котла. Ну и, конечно же, Мюзери тоже не подставляется здесь. Ну, это не самый лучший крип. Он, конечно, помогает. Ну да, для Ганга, да, согласен. Это не самые лучшие вещи. Какой-нибудь тролль получше бы смотрелся. Или же Кентавр как вариант. Ну да ладно. Ну, тут просто вариантов не так много. Ты стоишь на споте. Там тебе приходится буквально один спот выфармивать с этого спота. С большого спота крипов забирать самого большого крипчанского. И с ним уже пытаться выигрывать. Их снова Мизери у него забирает руну. Он сопроводил, сопроводил. Говорит, давай, дружище, помогу тебе руну забрать. Посмотрю, как ты это делаешь. А в итоге улетает просто отсюда. Ничего не смог сделать здесь своему оппоненту. Никак. Он и в итоге игра продолжается. Все еще 0-0. ФБ до сих пор не было. Вот очень интересно. Ой, Сумаил. Сумаил очень лоу-хпшный прожиматель. Сумаила забрать здесь не удалось. Также очень лоу-хпшный Ама. И ФБ в это время на боте в итоге происходит. И погибает, по сути, корт-персонаж команды LGD. Это Пугна. Отличный фраг Лига. Развели команду. Действительно получилось два файта параллельных. Ну и Фуай. Фуай внизу продолжает помогать своему тиммейту. И у Челайса все не так-то уж и хорошо. У него 5 крипов добитых. Безусловно, да. Гирокоптер это главный такой персонаж, от которого будет строиться игра на этой карте. У команды LGD это их первая позиция, можно так называть. В агрессивной даблет-трипле в топе он стоит. И да, у него получается крипов добивать. Но не настолько много, как у Ликантропа. Ликантроп будет разгоняться, с ним нужно будет что-то делать. Да, его можно ловить, но в любом случае не очень приятно. Ликантроп, конечно, на миддл-линии. И он миддл-линию получается самым малым по крипам, но проигрывает. Это такое минорное совсем преимущество. Но вот хотелось бы сказать, напомнить, что 4 руны забрали Evil Geniuses на этой карте. И мне вот очень интересно, какая будет статистика уже в этом патче по таким ситуациям. Потому что в предыдущих патчах, когда руны еще давали одному герою золото и давали меньше золота, в общем, на команду, статистика была около 70% винрейт команды, которая забирает 4 руны. В таких случаях. Мне кажется, сейчас этот винрейт должен подрасти. Но увидим, вырастет он или самую малость упадет на профессиональной сцене уже по итогам этого матча. Тамчен перетягивается на топ с армией своих воинов-листных крипов. Вот у него, наконец-таки, появляются крипы, с которыми можно удачно гангать. Тролль-сеточник плюс голем. Все уже не раз отмечали там огромнейшее количество урона. А в это время всасывается в пугну. Хотя бывает обычно наоборот. Но здесь у нас по обоюдному согласию, но пугна убегает. По итогу здесь забрать не удалось. 112 урона потерял. Да, пока что убить слишком много убийств на карте не происходит. Команда играет более-менее сдержанно. F5, Верхус, Руна Инвиза. Можно будет с ней даже что-то интересное придумать. Есть НСНР, есть Рептай первого уровня. Ну, пока что Гирокоптер просто пробивается с помощью флаг-карм. Ну, Сумаил уже заряжается ракетка, летит камень, да, начинает расстреливать. И это, скорее всего, минус Сумаил. Сумаил отправляется в таверну. Отличнейший выход от команды LGD. И отличнейший выход от Чена, в первую очередь. Икс снова взял нужных крипов. У него был камень, у него была сетка. И все это работает просто очень хорошо против того же Сенткинга. Ему не дали нормально выкопаться. И, в конце концов, отправили в таверну. Да, Ликан как-то отмечал. Немножко в миде проседает по фарму. Но, опять же, это за счет того, что имеется Брестфайр. Пока-то здесь, конечно же, задувает ДК. Скоро появится 6-й левел. Но для Фира это не страшно. Не критично, опять же, не такая уж и большая разница. Так, FY в смоуке вместе с Иксновой. Выходят на мид. Фир, могут быть проблемы. Залетает в танчик Драгонтейл. Также будет еще Энснейр. Очень много контроля. И умирает также еще Ликантроп. Ликан никаким образом здесь не выживет. Заканчивает его. Вот, опять же, говорилось, что в это время на нижней линии погибает Пугна. И еще одна хорошая вылазка получилась у нас ответная от команды Evil Geniuses. Как и говорилось ранее, зачастую Ликантропа не берут, когда в пике есть Нага Сирены. И вот мы видим, что происходит. Просто подходит Нага, летит сетка, и ПКД умирает герои команды ЕГЭ. И что вы будете с этим делать? Ты не можешь никак спастись. Ты вынужден просто стоять и ждать своей учени, что тебя пронесет, или кто-то прилетит, тебя спасет. Но здесь спасать некому. И в итоге еще становится 3-2. Отлично сыграно. Перетягивается в мид-крит. Проблем у Наги могут быть. Но Нага уже возвращает на базу, скорее всего, успеет. Да, Нага выживает. Должна, по крайней мере, выживать. На 40 хп, но все же. И Тавр не удалось здесь задинаить. И в итоге Радиан забирают строение в свою копилку. Да, сразу после шестого уровня начинают давить LGD. Давят они по всей карте. Там Тавр, получается, падает у Драгонайта. Но это очень легко проворачивается, когда в пике у тебя имеется данный персонаж. Его сильный не пробьешь, и он стоит, как бы, вышечку потихонечку колупает. Она горит. Ты ничего с этим поделать не можешь. Неприятно. Но LGD должны сейчас дальше давить. В принципе, у героя Куптер скоро появится шестой. Тогда уже, возможно, будут даже какие-то ганги устраиваться. Сумаилу. Далее немного маны. Ама за Ивейдил. Хорошо. Ну вот опять Ивай. И вот Сумаил. Здравствуйте. Уже ракетка заряжается. Есть Рептайд. Сумаил. Еще один Рокет Бараш. И минус Сумаил. Должен, по крайней мере, быть. Сумаил. Выпрыгнул. Прожал стик. Я не знаю, на каких хп он выжил. Поверь, он еще раз пробовал выживать. 30 хп. Все-таки плазма... Нет, все-таки погибает он. Достается фраг X-Нови. Достали его. Плазма Филд на развороте раскастовывается от Рейзора. Крит прожимает выжженную землю. Есть еще одна сетка от Наги Сирены. И, наверное, Рейзор тоже отправляется в таверну. Это уже минус 2 от команды LGD. И вот она, Нага Сирена во всей красе. В это время фармит Ликантроп. Но это не настолько важно, потому что LGD за счет таких файтов очень немало преимущества получает. В это время также еще и подпушивает Челайс нижнюю линию. И тут тавер будет под бластами потихонечку раскладываться. Да, пока не так больно. Бласт только лишь 2 уровня. Но 5 уровень у Пугны. 3 уровень бласта. И вот тавер. Тавер падает. Давит. Давит LGD. LGD просто душит своих оппонентов. Команда Evil Geniuses уже может в ближайшее время просить их отпутить. Они скажут, не отпутю. Но на самом деле ничего критического пока что не произошло. Опять же, там преимущество по голде за 1000 даже не перевалило. Так что не страшно. В любом случае появился Доминатор, мы видим, для Фира. Тоже стандартная мета. И все. Как бы тавер на боте все еще стоит. На топе тоже ЦЛ. Потеряли только один тавер. LG Geniuses это по центральной линии. Ну и на этом пока что преимущество все заканчивается, наверное, для ребят с команды LGD. Ну и за исключением 50, ну там, не знаю, 600 голды. Вот начинается подпуша от LGD. Наверное, заберут все-таки здесь Т1 строение. Могут даже пытаться прожить Т2 в такой ситуации. Могут себе позволить. 2 топы на топ. Сразу телепорт. Нужно бежать Сумаилу. А, тут сеточку не успел вкастовать пока что. Сумаил. Сумаил уйдет ли? Нет, полетела сетка от Наги Сирены. Стан. Здесь еще и Тролль неподалеку. Выбивает очередной заряд рейндропа. Жмет стики Сумаил. Еще один Бороустрайк. Тролль. Но в итоге не достали. Ладно, Сумаил выживает. Отлично. Да, там Энснейр на Тролле, насколько я понял, был проюзан. Хотя я не обратил внимания, по-моему, нет. По-моему, тоже нет. То есть, как-то не по таймаму немного сыграл их слова. Да, да, да. Все еще в наличии было. Странно. Удом мана полная. Ну да ладно. Я тоже рассчитывал, что сейчас будет стан. Потом сетка. В это время в миде. Агрессия на Амой. Амой успевает откинуть кулдаун. Выживет Ли. Амой бьется до последнего. Есть подстан еще сверху от Кентавра. Съеденного Кентавра, конечно же, Критом. Инснейр от Фуая. Но некому добить Ликантроп. Ликан отсюда спокойно спасается. Убили Гарокоптера. Получилось неплохо. Это третье убийство для команды Evil Geniuses. Ну, а в это время мэйби подфармливает. На топе продолжает гонять Сумаила. Сумаил. Очень больно ему. Залетает бласт. Перетяжечка неплохая от Рейзера. Рейзер не успел высосить урона. Прогоняют подальше на спугну. Десятая минуты игры. Топ-нетворс. Драгонайт. 5000 от него с довольно-таки большим отставанием в 1300 голды. На втором месте находится Ликантроп. Но опять же стоит отметить, что Ама сильно проседает пока что по фарму. У него тоже не все так гладко. Опережает его и Рейзер. Опережает его еще и Ликан. Так что здесь, в принципе, более-менее все. Компенсируется тем, что два героя команды ЕГЭ фармят получше. И вот ранние Смоуки, которые сейчас очередной раз будут юзать LGD. Вот купили уже Смоук. На МФА. Смоук тот самый заберет. Но нет, не ФА. Я так понимаю, как будто он уже прилетел. Да, Смоук от LGD снова выходит Чен со своим зоопарком. Будут пытаться кого-то найти. Пока никто этого не видит. Никого они также не видят. А, нет, они должны были заметить того же Дума. Но будут выходить на лейн. Будут выходить на лейн и искать лакомый кусочек. А лакомый кусочек уже там. Сумаил в опасности вновь в очередной раз. Но, похоже, у него там антенна встроенная сработала. В этот раз алярма. Пора валить отсюда. Нет. Сумаила будут пытаться забирать. Улетает он. Сбить бы телепортацию. Да, ракетка залетает. И это минус Сумаил. Ну, там ракетка... Ну, в любом случае, да. Тирадин Тавр должен падать. Тирадин Тавр падает. Он жжется от Драгонайта. И ничего с ним поделать не могут. Никаким образом не дефают. И в Элджиниусе пытаются забрать Тирадин Тавр на нижней линии. Ну, и такой себе размен выходит. Потому что команда LGD двигается дальше. Они могут сделать телепорт. И даже, может быть, этот Тирадин Тавр задефут. Но они решают идти на Тир 2. Туда пока прилетел только лишь Коттл. Делается также телепорт от Думбрингера. И наверху может быть какой-то файт. Но нет, падает Тавр. Такой по итогу себе размен. Получается, вы разменяли Т1 на нижней линии. На Т2 свое на топе. Да, вы сместились целиком. Ну, а как вы драться будете? Все еще активно форму от ДК. Закидывает бласты по КТ Пугна. И Тавр падает. Все. Минус Т2. Очень быстро пушат LGD. Реально суперкрутой пик. Я не знаю. Мне кажется, нельзя им такое отдавать. Да еще и не было ни одного слипа. Там на бой сейчас еще Фира могут наказать. Перетягивается ФА сюда. Да, есть у нас форма от Ликантропа. И вот Ликантроп во всей красе. Получает сетку и стоит. И еще одна сетка. И минус Ликантроп. И минус Фир. В таверну. В меди в это время проблему... Боже, как это красиво смотрится, конечно. Но я бы, конечно, пошутил на эту тему. Но и буду. В итоге обменялись любезностями на Спугна на пару с Рейзером. Но никого здесь забрать не удалось. Капа Прайд. Да. Вы поняли, о чем мы говорим. Мизери. Мизери подставляется. А что ты здесь делал, друг мой? Ага. Вот один. Мне тоже интересно. Но в любом случае еще один минус. В копилку команды LGD Gaming. Отлично сыграно. Что сказать? Да. Остается надеяться, мне кажется, уже на то, что Evil Geniuses разгонятся по ходу турнира. Но всегда у Evil Geniuses случаются такие проблемы. То есть вначале они проигрывают. Потом они разгоняются. И просто превращаются в какую-то неизвимую машину. Но вытирающую все и вся. Но на этом турнире это не точно. Ну, будем надеяться на то, что все-таки Evil Geniuses окажут сейчас хороший отпор. Возможно, как-то закомбейчат. У нас был сегодня уже очень крутой камбэк на первой карте. Может быть, мы увидим что-то подобное еще и сейчас. На самом деле, они могут закомбинить эпицентр. Doom тоже использовать неплохо. В общем, варианты ауты здесь есть. У Ликантропа проблемы. Ликантропа забирают в это время наверху. Там Челайс просто высосывал из него все жизненные силы. И пушат Тир 2. LGD. LGD ломают тавр. Есть Самоны. Целый зоопарк от Чена. Я просто пытаюсь напомнить зрителям нашим, что у нас 12-ая минута игры. Падает последнее внешнее строение у ЕГЭ. Есть сон от F1. И F1 отправляют на базу. И П1 улетает. Икс снова могут забрать. Икс снова погибает. Но это несерьезная потеря. В любом случае, они пробили Тир 2. Опять же, сон использовала Нага. Немного подсейвала своих тиммейтов. Главное, что гирокоптер выжил. Гирокоптер улетел. И сейчас спокойно отхиливается. Можно даже шрайн заюзать. В это время Челайс получает линзу. Да, Эзер Лэнс уже в наличии есть. В итоге не оставляют. Точнее, не отпускают сейчас ЕГЭ. У нас ни в коем случае LGD продолжают как-то пытаться давить. Но в это время Смок вылазка ответная от ЕГЭ. Блинкдаггер имеется у Санкинга. Самое время инициировать. И найдут ли его. В чем вопрос. Мизери в миде. Задувает пока что пачечку крипов. На разведку отправляются волки Элькантропа. Так, Мизери. Пока в Смоке. Будет ли выходить Челайс. Хорошая цель. Есть Брэустрайк Сумаила. Работает также по нему уже ракетка. Челайс откидывается Бластом. Фир использует Шейпшифт. Будут пытаться хоть кого-то ловить. Использован Инснейр. Поэтому не так легко будет поймать Фира. Фай пытается пробивать. В это время Разор высасывает кучу урона из Мэйби. Ну и пытается прогнать Амэ. Амэ уходит. И никого Разор пробить не получается. Но умирает очередной раз Чен. Это уже вторая смерть для него. Подряд. И Фай продолжает. Продолжает. Да, хорошо подравили Сигэ на самом деле. Разменяли свой саппорт. Забрали опять же Фукора по сути еще одного саппорта у команды LGD. Отыгрывается потихонечку. И вот опять эта огромная армия крипов ответная отправляется в... Да, по урону понятное дело, что гирокоптера здесь побольше будет. Но сути дела не меняет. Драка провальная. Вот опять высасывают урон из Ама. Амэ подкопали. Сумейл вовремя здесь оказался. И скорее всего минус гирокоптер, да. Еще и пациентов кастовали на всякий случай. Лишним не будет. Все, чтобы убить гирокоптера. Гирокоптера действительно убивать нужно сейчас. Потому что он разгоняется слишком уж быстро. Вот за счет стаков, которые ему все-таки делать должны тиммейты. Пока я настолько много не видел. Но может быть это как-то ушло. Прошло на стороной. В принципе у гиров все неплохо. Он занимает третью позицию по Нетворсу. Не сильно отстает от Рейзера. Но вот сейчас его обгоняет уже Ликантроп. У Драгонайта все супер круто. Драгонайт должен себе сейчас уже нести потихонечку Сашу Яшу. Или делать Элибарду. Или что он себе сейчас несет в Курьере. Может быть даже какой-то Блэкинт Бар появится ранее. Но нет, скорее всего нет еще денег на БКБшку. Мэйби, конечно, очень неплохо затарен в этом плане. Мэйби пробить не получается. Мэйби еще ни разу не умер. У него есть пять убийств. Конечно, с него стрики можно сбить очень хорошие. Но пока что не в силах команды Evil Genius'а суббить того самого Драгонайта. Это F1 на металлинии. Опасно. Там Крид также неподалеку. Есть сетка очередная от Наги. И врывается Сумаил на развороте. Подкопали Нагу. У F1 проблемы. F1. А в это время Рошан. Рошана бьют LGD. Рошан практически на третьих АП пробит. А мы с дабл дэмэджем. Успеют Ли. Без Наги будет лошад. Мне кажется, Игорь не догадывает, что там падает Рошан. Это слишком наглое. Это очень наглое действие от LGD. Но они просчитали все так, чтобы команда Evil Genius'а не поверила в это. Они отдали F1 и действительно 5 на 4. Как-то заходить на Рошана. Мне кажется, что Evil Genius'ы просто не верят в то, что команда LGD так обнаглела. Это АЕГС для АМА. И LGD могут продолжить давить. Правда, у них находился. Ну да, там Vision не был. Там был Vision как раз таки от LGD. И прекрасно знали, что Игорь туда не отправится. В это время попытка подпушить Т2 по нижней линии. Сюда уже на защиту летят F1 на парус. Пугная. Фир. Форму активировал и просто убегает. Хорошо бегает. Мне нравится. Неплохо. С друзьями, с катапультой. Катапульта, не знаю, формула 1. Ну, попармить. В любом случае, Т2 упало. Это хорошо. Но из минусов АЕГС для LGD. Это плохо. 10-8 счет. Очень быстро фармит Razer. Эпицентр есть. Врыв сейчас будет на Пугну. Пугну подкопали. Истан. Инфернал Блэйд. Челайз. Пытается жить. Есть еще ультимат Чена. Нет, нет. Не хватило. Есть инснэр. Олд F1. А подходит сюда уже потихоньку гирокоптер. Работает слип. Можно закидывать хороший ультимейт. Что там и калдаун летит только в шпанном криту. Успел Смейл сделать отсюда Блинк. Но за Смейлом дальше в погоню. Команда LGD. На перерез никто не уйдет. Скорее всего, Смейл отсюда. Ну, там уже сейчас откатится Блинк Даггер. Так что они не догонят. Брус Страйк можно использовать. Что Смейл спасает. Телепорт. И Санкинг в безопасности. 18-й минуты игры. Счет 11-9. Преимущества по золоту никакого. Но только лишь одна внешняя... Точнее, две внешних вышки осталось у команды Evil Geniuses. И те довольно-таки сильно пробиты. Мэйби доделывает себе... Сенжин Яшу. А, возможно, это будет Алибарда. А, нет. Ну, там Яш тоже лежит. Так что вряд ли. Да, вот готовый Сенж. Осталось себе донести. Ждем реализации Аегиса. Что еще сказать? Ну, такое ощущение, что Аегис будет реализовываться в некотором плане пассивно. То есть будет фармить Аме. Будет пытаться набрать как можно больше золота. Делать ему какие-то стаки. И это все будет работать в их пользу. Потому что Evil Geniuses не очень-то уж и хочется драться 5 на 5. Вообще ловить этого гирокоптера теперь. Буквально зеркально две появляются. Да, Сенжин Яша. Также Razor себе выформил такой же замечательный артефакт. Начиная там потихоньку ломать Т2 на нижней линии. Все еще Т2 находится по центру. Также у ЕГ. А ЕГ в это время отправляется на топ. И будут пытаться забирать Т1. Но опять же, размен неравноценный. Да, очень плохой размен для команды ЕГ. Но они ничего не могут сделать с этим. То есть вот приходит гирокоптер. У гирокоптера, значит, Аегис. Рядом есть Чен. Что ты ему сделаешь? Ничего ты ему не сделаешь. Потому что там будет и Hands of God. И в конце концов какой-то ультимейт от гирокоптера. Нага со Слипом. Слипа, правда, пока что нету. Но драться очень сильно не хочется. Пока что грызут с амонами Т2 тавр. Всех этих амонов сейчас АМ приходит и будет пытаться зафармливать. Плюс 100 голды. Там с этих волков. Получается весьма-весьма неплохо. Ну что ж. Мейбе. В шотлублайде находят Сенкин. Да, кого здесь нашли. Это Сенкинг. Да, минус у Мейл. Должен. Должен погибать. Мейл буквально одного удара не хватает. Все-таки нет. Отправился в таверну. Здесь еще подставляется крит. Что там по сетке? Нага. Инснейр. Через 2 секунды будет. Но уже далеко откинули Файя. Да, не дотянется он. Ну хорошо играет пока что Котл. Там в миде на развороте можно попробовать АМа подцепить. Но АМа вынужден кастовать под себя кулдауну. Очень много самонов здесь зафармили. Да, ну и был использован еще Дик Репи Файя. На всякий случай на гирокоптера, чтобы его точно уж никак не пробили. АМа хоть и без маны, но могут дальше давить ЛЖД. Мизери подставился. Очередная сетка от Файя. Это минус Котл. Котл также отправляется в таверну. И в этот раз точно падает последнее строение внешнее у команды Evil Geniuses. Теперь только на ХГ. 20-ая минута заход на хейк граунд от команды LGD. Maybe. Начинает пробивать вышку. Есть вертификейшн. Приходит сюда еще и Райзер. Байбек от Keeper of the Light. И Evil Geniuses надо просто всеми путями сейчас пытаться эту игру камбетчить. Или как минимум затягивать. Но с другой стороны, если даже ты затянешь, то... Комбинация все равно неимоверно сильная. Там Фира ищут. Там в инвизии бежит ДК. Сейчас нам могут найти спадлился Фир. Да, потягивается Нага сюда. Фир. Ну, тут также уже Эйчен. Втроем должны забирать стан сверху. Да, минус Фир. Ликантропа так нельзя давать. Ликантроп должен фармить. Ликантроп должен быть хотя бы топ-нетверсом в вашей команде. Или второй занимать. Да, он в команде, конечно, топ-нетверс. Не топ-нетверс, а второе место занимает. Но его перефармливает Гирокоптер. Перефармливает также Драгонайт. Весьма неплохо с этим есть проблемы. И вот сейчас 40 секунд. Ликантроп находится в таверне. В это время Гирокоптер может зафармить какие-то стаки. Тот же самый Драгонайт может неплохо все это дело подфармливать. На металлинии могут пытаться найти Разора. Но Разор на Форстафе уходит. Что-то слишком быстро Рейзер. Так просто его не догнать. Да, есть еще лог. Сниму в спида это вам не слабо. Так убегает парень. Как говорится, быстрые ноги ничего не боятся. Поговорка есть такая. Чен еще хочется отметить. Супер хорош против Ликантропа. Он переманивает его некрачей. Переманивает также, как мы видим, волков. И отправляет их получать вижен. Такой эдакий бюджетный баунтихантер появляется в команде LGD. Ну а почему бы нет? Можно себе позволить, да. Ну и по топу LGD продолжает пушить линии. Что там? Икс нова, икс нова. Пока что пайп на подходе. Мы видим уже Ривер имеет Судэкады. Каб будет играть через Тараску. И Рейзер себе будет дофармливать Пику. Потихоньку. Пытается здесь сплитпушить Артизи, конечно. Ну, довольно-таки запакованный Рейзер, конечно. Правда, пока что это недостаточно. Проблема в том, что сейчас вроде бы смог вылазк от LGD, но в теории, возможно, придется смещаться, потому что там LGD уже вплотную к Т3. И нужно будет возвращаться на базу. Да, здесь уже ДК. Пытается Мизери откидываться Бладдинглайдами, задувками своими. Но это ни в коем случае не спасает Тауэр. Тауэр начинает падать, да. Сейчас и Вилджиньюса смогут хорошо залететь. У них есть эпицентр, у них есть абсолютно все. Приходит Артизи. Должны сейчас пытаться высасывать урон из Драгонайта. ДК пытается сейвиться на своем форстафе. Есть кулдаун. Хороший. Чуть не пробили Артизи. Артизи. ЛОХП стоит в инснейре. Его убивают. Там и также отправляется в таверну. Размен пока 2 в 1. В пульс команды LGD под Сайленсом. Под Думом даже Нага Сирена. Ничего не может сделать. Все эпицентры. Пошел хороший. Разбивают лицо тому же Чену. Убивают еще ФВая. Собнус пытается хоть что-то сделать. Добил Некорощей. Получил за это деньги. Но на хэкграунд, видимо, зайти уже не получится. Хотя Тир 3 Тавр, насколько я понял, упал. Да, Тавр упал. И за это пали также 3 героя команды LGD. Т3 за 3 героя. Разменяли у нас ребята. Но потеряли, конечно, ЕГЭ с Артизи. Это, конечно, неприятно. Но в любом случае драка приятная для них. Драгонайт что делает? Заходит в Shadow Blade и пытался найти. Сумаил, он Сумаил снова почувствовал. Не знаю, может у него там реально антенны. Хочется уже связать это с VideoNS, но как-то не особо хочется все делать. Да нет, господи, умоляю. Я бы еще понял, что на онлайн-страде где-то из дома это могло бы работать, но не на лане же. Не, ну выглядит очень круто. То есть действительно Сумаил просто читает эту игру. У него действительно как будто какие-то локаторы встроены. Потому что понимаешь, что Мэйби подходит в инвизии и сразу делает блинк. В общем, классно это все. А, возможно он заметил то, что барабаны на крипах и решил сделать блинк. Как вариант. На боте. Проблемы теперь могут быть у ДК. ДК нужно бежать, потому что сюда прибежал уже Фир. Здесь Мизери, здесь Артизия. Здесь вообще вся тусовка команды Evil Genius. С гем появляется у них же. Мэйби может ошибиться. Подходит под Фира. Мизери пока что не видел. Вот сейчас видно Мэйби. Мэйби понимают, где находится. Сразу есть стан по Кипру Залайту. Котла пытается пробить. Есть Броустрайк от Сенткинга. Пытается хоть что-то сделать. Я пробиваю Челайса. Мизери отправляется в таверну. Погоня продолжается теперь за Артизия. Артизия отталкивает себя Форстафом подальше. Третий Некра также все еще активный от Фира. Есть Сон от Наги Сирены. И вкастовал свою форму уже Фир. Фир убегает. А вот Крит пока похоже нет. Есть кулдаун также от Ама. Нет, позабирает еще и сверху Фира. Провальный драк от команды Эвил Джиньус. Отступает Артизия. И очередные минус 3 по копилку команды LGD. 25-я минута игры. Счет 19-13. 7 тысяч преимущества за командой LGD. Они уже сломали Третарит Тавер оппонента. И будут в ближайшее время уже покушаться на Бараке на Медллинии. Тем временем Курьер несет. Тараск уничтожил уже. Да, Тараск уже у ДК на 24-й минуте. Боже, какой же он будет плотный. Как ты будешь его пробивать, неясно. Плюс еще там и Крепычена. И вот заходят ребята из LGD уже на ХГ. Байбэк кой, как не хочется делать Фиру. Ну а Бараке нужно как-то спасать. Да, по-моему, просто уже отдадут. Тут Эпицентр, конечно, есть. Нет ультимейта Рейзера. И драться с ним очень особо хочется. 5 на 5 в этой ситуации. Проблема в том, что сейчас вы еще отдадите Т3 как минимум. Потому что вот только через 8 секунд появится у нас Фир. А Т3 уже начинает падать. Глиф артификации, конечно, имеется у Ига. Они пока... Два Ходолкина. Пока что берегут его. Пытается пробить Мизеря. Получает Сомнус, конечно, сейчас минус ману, скорее всего. Да, да. Уходит, уходит. Получает станчик. Нет, пока что живет. Ой, как вы трассуете туда. Как быстро заканчивается Дум в одно мгновение. Дум сразу делает байбэк. Отступает пока что у нас LGD FY. Что с ним? Что с ним? А, он ждет, он ждет. Он просто не двигается, пока на нем лежит Монолик. Я уже испугался, что, может быть, залагал немножко. Нет, все нормально. Есть стики еще. Если что, можно будет прокастовать Сомн. Пробивают Бараки. Бараки падают. 100% падают. Шип-шифт используется. Хороший Дум. Кастовали в итоге в ДК. Но, кстати, по-моему, ДК вообще плевать на этот Дум. Пошел к урочек. Удал. Шикарная Тама. И сейчас нужно ЕГ в рассыпную отступать. Сумаил пока что в песочке спрятался. Хорошая у нас задувочка от Мизери. Но это не спасает в любом случае положение дел команды Элджинюс. Сумаил здесь один до последнего бьется. Сумаил. Ничего не может делать. Даже просветка не нужна. Падает вторая сторона. Нет, все-таки Сумаил подставляется. Тоже отправляет в таверну. Байбэк от Разора. Толк. Что он сделает? Что он сделает? Он ничего не сделает. Идол в Тир-4. Играки команды Элджи Ки за 27 минут. Они хотят заканчивать эту игру. Мэйби пробивает. И на самом деле здесь не особо есть вариант. Да, все прекрасно понимают ЕГЭ, что уже смысла нет здесь как-то отбиваться. Потому что безоговорочная победа команды Элджи Ди в данной ситуации. Слишком уж они здесь сильны. Good game. Well played. Элджи Ди одерживают победу. Ровно за 27 минут. Ну, почти, да. Почти за 27-26 с половиной, если быть точными. Ну, что-то.